еще раз всем привет я немножко халтурю в том плане что я сел и записал сразу несколько влогов да потому что ну не всегда есть возможность не всегда есть время поэтому лучше сразу написать несколько потом их так выкладывать поочередно консервы так называемым выдавать их за то что снято сегодня как у нас любит президент что выдают новость как будто это произошло сегодня на самом деле это записано интервью там например неделю назад а может быть две и три и месяц сегодня я хотел поговорить до вьетнама я пока не созрел мне нужно такое эмоциональное такое настроение чтобы я про вьетнам вам рассказал у меня очень много чего интересного есть но из моего опыта поэтому очень хотелось бы рассказать все таки я там был уже 11 раз во вьетнаме это единственная страна которую я вот знаю лучше всех где был еще в китае в японии ну вот и в турции да был в прошлом году все больше нигде не был причем в китае был очень давно центральном китае так сегодня я хотел вам рассказать про свет не нажалась кнопочка с первого раза я достаточно долго отработал художником по свету ну начинал там со светооператора как там это называлось не знаю чуть ли не электрик и поэтому немножко рассказать тем кто занимается фото видео ну вот концертными мероприятиями потому что я очень много и часто вижу ошибочное ошибочную постановку света ошибочные какие-то моменты такие но я конечно не во всем там асда в фотографии наверное даже я и не возьмусь слишком много там рассуждать то есть я больше с импульсным светом работаю ну его законы я думаю всем примерно так понятны что это вспышка уж как от чего она отразится но это путем экспериментов можно понять все любят у нас вот у меня маленькое такое колечко есть вот эти вот большие да когда сюда и телефон вставляется почему они стали модными наверно потому что вот внутрь можно было вставить его знаю здесь дырка была побольше это вообще на камерный свет то есть он одевается просто вот на микрофон поэтому он так малым кругом сделано вообще ну модные вот эти большие в которые можно вставить там телефон фотоаппарат почему я не люблю такой свет могу сразу сказать и причем я его не я его не полюбил сразу не любовь такая потому что ну вот в частности в фотографии всегда видно в зрачке я когда смотрю художественные фильмы когда идут крупные планы даже не крупные детальные да когда вот крупно глаза прям я всегда в глазах ловлю сколько световых приборов работает на лицо да на человека иногда там даже камеру можно увидеть там особо но это крайне редко но можно увидеть там какие-то там ну не то что съемочную группу ну ну вы знаете да как вот в очках отражается также можно вот в зрачке увидеть кое-что какие-то элементы и как раз таки вот эти вот круги они очень нехорошие дают вот в зрачке такие кругляшки я не думаю что тут это будет сильно видно во первых так мне надо попасть ну вот видно да но дело в том что еще мой прибор работает световой поэтому нам смешиваются и он еще маленький круг а чем больше вроде как должна быть поверхность чем больше тем приятнее мягче свет но на самом деле он делает прям вот такое вот радужку такую округло округлую такую и ну глаз по моему мнению так становится таким вампирским знаете мне не очень это нравится потому что намного круче смотрится цельная цельная засветка в глазу что сказал сам не знаю что несу сам не пойму поэтому я не очень люблю вот эти вот приборы все круговые может быть дома краситься это хорошо ну вот то что я вижу на фото и на видео мне не нравится совершенно поэтому я вам расскажу просто про приборы про определенные ну ладно не буду рассусоливать да ну вот в частности например вот светодиодный такой светильник ну вот матовое стекло она позволяет рассеивать мягче делать это меня что в частности свет который на меня светит это обычный плафон да ну вот я на него повесил матовую ну как она не тряпка но специальный от октобокса у меня матовая и сразу такая матовость на лице нет каких-то пересветов бликов таких знаете которые как раз таки дает ну когда открытый просто свет ну вот в этом приборе используется есть такое понятие световой температуры да то есть есть теплый свет есть холодный если вы покупали когда-то светодиодные лампочки обычно всегда пишут либо температуру либо пишут там холодный теплый свет вот это это как раз можно продемонстрировать на этом приборе вот и не знаю это видно нет видите телефон сразу искажает и этого не видно сейчас светодиоды здесь такого желтого мерзкого света это как раз теплые есть холодные тут 150 холодных и 150 вот по-моему видно по оттенкам все равно немножко по шторкам что этот такой более холодный ладно просто телефон с автоматической настройкой поэтому он в любом случае будет менять сам температуру подстраивать к чему это говорю к тому что теплый свет если вы хотите там передать какую-то там я не знаю такую во первых зависит еще от вот мои обои например холодный свет не любят да им нужен теплый холодный свет по ним сразу становится такой мир за пакостный цвет поэтому тут зависит от задачи еще но вообще большие камеры и фото любят холодный свет вспышка это естественно холодный свет если только какую-то насадку одевать потом есть вот такие окта бокс и на нее вот здесь вот натягивается как раз вот эта штука тканевая матовая и поэтому прибор который стоит внутри он может быть импульсным может быть постоянным он отражается еще плюс вот этой поверхности и выдает такой вот смачный большой чем больше окта бокс тем круче мягче свет вообще чем больше поверхность отражающие тем мягче будет свет и и ваших морщинок видно не будет ну при определенных условиях конечно если вы прям совсем вот как у меня сейчас боковой свет видите вот здесь вот выдает все нюансы если со второй поставить то объема будет меньше но лицо будет монолит не ровнее и я буду выглядеть моложе меня всегда вот эта сторона бесит но к сожалению у меня там потолочный светильник и он такой нехороший вертикальный свет дает вот можно просто купить вот самый дешевый вариант это зонтик да в смысле это не дождевой зонтик это специальный фотозонт который работает как на просвет то есть он можно прибор сквозь него светить да а можно просто как отражающий с этой стороны брать то есть прибор будет в зонт бить и от зонта отражаться ну это примерно примерно как октабокс просто октабокс он герметично все закрывает не дает лишних засветок по ну папа интерьеру но этот как вы понимаете будет просто жесткий свет потому что он конечно отражающих поверхностей будет много но ну смысле не отражающих поверхности а поверхность большая отражение но все равно будет резкая тень всегда по тени обращайте внимание вот как можно понять жесткий свет или мягкий чем меньше чем матовее тень ну то есть размытие да тем значит мягче свет лучше то есть на улице когда солнечная погода это очень жесткий свет он конечно контрастный хорошо все цвета передает но кроме того что люди начинают очень сильно морщится и очень вот резкие тени такие если попадает солнце на лицо немножко я тут притушил общий свет не стал гасить но тот лобовой который на меня светил я вот его заменю сейчас сейчас у меня камера подстроится ну вот этим вот моим нелюбимым теперь я хочу рассказать вам про направление света насколько важен угол до этого я вам говорил о том что поверхности чем шире поверхность от которой идет свет тем мягче свет и тем ровнее лицо вот сейчас видите у меня прибор находится сбоку и снизу и насколько я лицо у меня становится страшно и теперь вообще снизу потому что свет нижний он противоестественные солнце же у нас светит сверху поэтому мы больше привыкли к верхнему свету да то есть вертикальный совсем свет он тоже нехороший вот у меня мой большой лоб свечится нос и все и глубокие глазницы если сейчас не было общего света вы бы увидели тут просто черные круги поэтому сильно вертикальный свет откуда бы он не шел это очень плохо это это только если вам нужно страшнее сделать человека да там в театре это используется когда там баба яга например выходит да то есть чем ее рампой подсветить она будет страшнее не ну то есть рампа это понизу световые приборы хотя их сейчас уже практически нигде нет раньше они были и как раз можно очень легко состарить человека даже без грима ну боковой свет все его любят за то что он дает объем потому что высвечивается одна часть кроме того что ну как сказать не то чтобы худее лицо смотрелось в кадре но она становится не такой широкой мордой да какое вот когда прям в лоб светишь поэтому обычно немножко вот такой боковой и немножко сверху ставят то есть прибор находится выше уровня глаз вот видите как у меня сейчас зрачок да вот этот считается оптимально хороший свет это вот видите у меня подбородок появляется значит его можно еще чуть-чуть вертикальнее сделать ну либо на бегом заняться похудеть сбросить так что но зачастую проще свет поменять чем то есть любое лицо в кадре можно да кстати если вот так вот не подбородок вот такой вот ужасный если я к нему добавлю нижний свет и засвечу подбородок он у меня станет ровным выровняться ну не так мощному подсветить но немножко тоже есть такой вариант холодные теплые оттенки это тоже на любителя иногда в теплом интерьере лучше теплый свет использовать как вот я говорил про свои обои они очень хорошо они будут в синеватом оттенке смотреться иногда интереснее в холло холодное пространство зависит от нюансов от каких-то но сейчас слишком со светом не заморачиваются вы знаете почему потому что раньше например фотографировали мы на пленку да и нужно было ну каким-то образом чтобы световые приборы там есть естественный свет давали да не было там синюшных потом чтоб лиц потому что не было пост обработки этой и не было вот этих настроек да как сейчас фотоаппарате ты можешь температуру подстроить можешь там баланс белого привести в норму и при обработке ты можешь даже если ты фотоаппарат не настроил тут и потом во время обработки видео ли это или фото ты можешь подкрутить там в теплую или в холодную сторону поэтому сейчас все намного проще и слишком заморачиваться с этим светом не стоит единственно что нужно баланс чтобы был чтоб не было что одни приборы галогеновые теплые свет дают другие там газоразрядные которые холодный свет вот эта смесь она такая ядовитая получается если ты крутишь в одну сторону ты исказал искажаешь другие цвета ну и вот это нехорошо на лице там знаете да вплоть до зеленого оттенка появляется по крайней мере вот на концертах поэтому очень осторожно нужно с этим обращаться ну и кому интересно поподробнее это все сейчас можно на ютюбе найти все видео уроки за что мне нравится youtube что самообразовываться можно на любые темы но все в мое время вышло спасибо что слушали кому интересно кому не интересно в любом случае ну говорить что ставьте лайки я не буду ставьте лайки пока что 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 Субтитры создавал DimaTorzok